Здравствуйте! Как всегда в это время по вторникам в эфире телерадиокомпания Щелкова, программа «Диалог» и я ее ведущий Сергей Дадыка. Программа наша идет в прямом эфире. Я сразу назову номера телефона, по которым вы можете звонить к нам в студию. 496 – это код города. 567-1440 и 567-1450. Звоните и задавайте свои вопросы моему сегодняшнему гостю, Щелковскому городскому прокурору Сергею Аркетянскому. Здравствуйте, Сергей Георгиевич. Добрый вечер. Я хочу уточнить сразу для наших зрителей, что хоть ваша должность так и называется, Щелковский городской прокурор, но на самом деле, конечно, сфера деятельности вашей – это и весь Щелковский район, и также города Фрязино и Лосино-Петровский. Соответственно, аудитория достаточно большая, выражаясь телевизионным языком, поэтому я обращаюсь к жителям всех этих поселений, чтобы могли звонить вам вопросы. Главная тема нашего сегодняшнего диалога – это работа управляющих компаний многоквартирных домов. Очень много копий сломано за последнее время, за последние полгода, когда, собственно, началось лицензирование этих компаний. Очень много нарушений, конечно, законодательства в этой сфере. И бывает так, что без совмешательства прокуратуры вообще невозможно обойтись. Ну, вот как пример, перед началом отопительного сезона в микрорайоне Дальний Воронок несколько домов могли остаться просто без тепла. Понятно, что сильных морозов не было, но тем не менее, даже когда на улице плюс 2 градуса, все равно не очень хорошо, если не тут в квартире. И как раз в этой связи, буквально после всех этих событий, по инициативе общественной палаты нашего района, в администрации районной, прошел круглый стол с участием управляющих компаний, с участием представителей управляющих компаний, и обсуждались вопросы, связанные с их работой. Во-первых, о том, что, как известно, после того, как ввели лицензирование компании, рынок, этот рынок услуг ЖКХ в нашем районе покинули целых 14 компаний. На их место пришли другие, но, соответственно, от тех, кто ушел, остались долги. Долги немаленькие, 900 миллионов рублей, называлась такая цифра. И, собственно, из-за этого, из-за того, что деньги не выплачены, ресурсы сберегающим организациям, и образовалась такая ситуация, что жители могли остаться без тепла. Я предлагаю сейчас посмотреть видеосюжет на эту тему, а потом тогда мы будем с вами разговаривать о том. Ротельная на улице Центральная была отключена от газа из-за долгов управляющей компанией жилком сервис управления, общая задолженность которой в данный момент составляет почти 70 миллионов рублей. Для пуска тепла понадобилось вмешательство прокуратуры и решение комиссии по чрезвычайным ситуациям. Отчасти помочь в кризисе с долгами должно было лицензирование управляющих компаний, которое прошло весной этого года. Та же жилком сервис, не получив лицензии, ушла с рынка. Однако ее место быстро заняла другая управляющая компания с говорящим названием «Альтернатива». Была проверка управляющих компаний. И некоторым мы поставили не только два, а мы просили областную прокуратуру завести уголовные дела на эти управляющие компании. Сегодня одни и те же люди являются правоприемниками тех управляющих компаний, выдвигая себя в новом формате. Мы понимаем, что ничего они не сделают, ничего они не дадут населению. А те долги, которые они накопили, кто-то должен возвращать. Жилком сервис управления не получает лицензии. Они даже не выходят, чтобы получать эту лицензию. И по этим же домам от тех же самых лиц выбирается, формируется компания «Альтернатива». Чтобы не платить долги, пусть кто-то заплатит. «Альтернатива» уходит для того, чтобы создавать новые долги. Вопрос о легитимности управляющих компаний, зашедших на рынок после процедуры лицензирования, решать госжилинспекцией и правоохранительным органам. Прежде чем задать вопрос, хочу передать вам благодарность от жителей микрорайона Дальнего Воронок о том, что прокуратура помогла им все-таки в том, чтобы не замерзнуть хотя бы в начале зимы. Ну а вопрос, собственно, первый, чем закончился сюжет, о том, что вопрос легитимности управляющих компаний решать госжилинспекцией и правоохранительным органам. Поэтому такой вопрос у меня. Как прокуратура проверяет легитимность управляющих компаний? Начну по порядку. Вся ситуация, связанная с лицензированием управляющих компаний, она находится под пристальным вниманием городской прокуратуры, начиная с 1 мая текущего года. В настоящий момент деятельность на территории Шелковского района осуществляет 23 управляющих компаний, которые, повторюсь, управляют многоквартирными домами. В рамках осуществления постоянного надзора за деятельностью организаций в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг по лицензированию мы осуществляем соответствующий мониторинг. Еще 1 мая 2015 года, после того, как Государственная жилищная инспекция Московской области не выдала соответствующей лицензии 9 управляющим компаниям, мы внесли соответствующие предостережения о недопустимости нарушений закона ряда управляющих компаний. Это ООО «Уют», Новый город, Загорянская служба ЖКХ, Гребневская служба ЖКХ, ООО «Белый парус», СП, Сантехмонтаж, Литвиново «Дессервис», «Стройдомсервис». То есть мы подостерегли руководство этих организаций о недопустимости осуществления ими дальнейшей предпринимательской деятельности. Кроме того, жилищным кодексом, поясню немножко ситуацию, определены действия по организации и проведению конкурса на право заключения договоров управления. Что сложилось в Щелковском районе? После того, как законом было определено, что на рынке оказания услуг по обслуживанию квартирных домов могут находиться только организации с лицензией, как вы сказали, что не были лицензированы порядка 13 управляющих компаний, Администрация Щелковского района была организована работа по переходу к управлению многоквартирными домами, была организована соответствующая комиссия по чрезвычайным ситуациям, которой право управления, может быть, 90% всех домов в Щелковском районе было передано двум организациям. Это ДЭС ЖКХ и Биотоп. Но это, опять же, временно все равно, пока не выберут жителей управляющих компаний. Был определен временной промежуток вплоть до 31 декабря текущего года. Мы начали разбираться в этой ситуации, и фактически данным организациям право управления квартирными домами было предоставлено без какого-либо конкурса, без какой-то процедуры. Причем был введен режим повышенной готовности на ряде территорий сельских поселений Щелковского района с 1 мая. Какие территории? Щелково, Свердловский, Загорянский, Анискинское, Трубинское, Гребневское, Медвежьеозерское, Угудневское. То есть практически весь район. Вместе с тем прекращение управления квартирными домами было вызвано не какой-то аварией, техногенной катастрофой, стихийным бедствием. А в связи с нормативными требованиями жилищного законодательства, эта ситуация не могла быть рассмотрена как чрезвычайная. И как следствие не требует установления каких-то специальных режимов функционирования каких-либо органов. Кроме того, предоставление права управления домами ДЖКХ и Биотопу без проведения конкурса, оно осуществлялось, точнее осуществлялось с 1 мая текущего года по 31 декабря. Оно противоречит статье 161 ЖК РФ, согласно которой способ управления квартирным домом выбирается на общем собрании собственников жилья. Либо в результате проведения соответствующего конкурса. Да, правильно. Вот как раз такая ситуация и образовалась у нас сейчас, что на один и тот же дом претендуют, скажем, две управляющие компании. Причем одна из них прошла конкурс районной администрации, а вторая утверждает, что ее выбрали на общем собрании жильцов и даже представила соответствующий документ. Речь идет, конечно, вы помните этот конфликт, конфликт действительно очень такой яркий, если можно так выразиться в кавычках, конечно, со стрельбой даже. Это, конечно, район Челково-7 улицы. Недельный дом 23 в конце октября это было, 21 числа конфликт, даже было задержано несколько человек, несколько человек жителей нашего района травмы получили, правда, не очень серьезные. Но, тем не менее, в общем-то, это уголовное дело. Так вот, одна компания утверждает, что она права, другая говорит, что она права. Что прокуратура делает для того, чтобы рассудить, так скажем, эту ситуацию? Лицензию на право управления многоквартирными домами дает государственная жилищная инспекция после сдачи соответствующих экзаменов и так далее. Так вот, жители домов, дома 23 по улице Недельного в Щелково, они еще в августе провели общее собрание, которое было признано государственной жилищной инспекцией легитимным. И, таким образом, общее собрание собственников жилья выбрало управлять домом у альтернативы, после чего с ней жителями были заключены соответствующие договоры. Несмотря на это, администрация района, зная о том, что фактически общее собрание проведено, оно в конце уже августа проводит открытый конкурс, где выбирает иную управляющую компанию ООО К столице. Вот отсюда и конфликт. Конфликт от того, что жители мало информированы о том, кто должен управлять их домом. Поэтому 21 октября у нас и сложилась конфликтная ситуация, когда фактически представители одной управляющей компании, считая, что именно они должны управлять этим домом, попытались освободить помещение, которое занимала другая управляющая компания. По данному факту возбуждено уголовное дело, там конфликт перерос не то, что в рукоприкладство, была стрельба, было причинение телесных повреждений, в том числе и ножевых ранений сотрудникам управляющих компаний ООО «Альтернатива». Возбуждено дело по статье 213, часть 2, это хулиганство с применением оружия. Расследование уголовного дела находится на контроле городской прокуратуры. — Ну а какова ситуация на сегодняшний день именно? Какая компания управляет домом? Известно? Решен этот вопрос? — Компания, которую выбрали жители. — То есть «Альтернатива». Но вот как раз в нашем сюжете шла речь о том, и председатель общественной палаты нашей районной Александр Макаров говорил, что эта компания «Альтернатива» — это вроде как преемник предыдущей компании, которая не выплатила долги. Компания жилком сервис управления, которая задолжала 70 миллионов рублей, и тем не менее те же люди пришли и просто сменили вывеску. Есть или нет здесь нарушения закона? — Здесь, может быть, следует как-то говорить о каких-то пробилах в законодательстве, поскольку, опять же повторюсь, лицензию на право управления домами «Альтернатива» выдавала государственная жилищная инспекция. А ситуация с долгами, которые остались после жилком сервис управления, она не забыта. Она находится на контроле. Более того, в настоящее время силами межмуниципального управления УВД «Щелковская» проведена проверка в отношении руководства жилком сервис управления. По факту образования этих долгов установлено, что причинен ущерб ресурсоснабжающим организациям. То есть за определенный период времени денежные средства, которые собирала эта управляющая компания от жителей, они не перечислялись ресурсовикам и сложились вот эти вот долги. В настоящее время, насколько мне известно, материал проверки находится на согласовании у руководства Главного следственного управления ГУВД Московской области. Я думаю, что в ближайшее время мы сообщим о том, что в отношении руководства жилком сервис управления возбуждено уголовное дело по статье 159. Но вообще есть какая-то реальная возможность вернуть эти долги или хотя бы часть этих денег? Дело в том, что наша телерадиокомпания Щелкова тоже пострадала от обанкротившихся управляющих компаний, которые ушли с рынка, потому что они нам тоже должны определенную сумму, 4 миллиона тоже много, за распространение сигнала в кабельной сети телевизионной. Конечно, возможно, органы предварительного следствия в рамках расследования соответствующих уголовных дел, они вправе осуществлять процессуальные действия, такие как арест имущества. И поэтому я думаю, что денежные средства, которые задолжали эти управляющие компании и их нерадивое руководство, они будут возвращены в бюджет. Ну а если имущества совсем нет никакого? Ну, я не знаю, стол и стул ушли, и все, и больше ничего нет. И уставный капитал 10 тысяч рублей, много с них не возьмешь. Ну, опять же, в ходе следствия будут установлены каналы, куда переводились эти денежные средства, на кого переписывались то иное имущество. Я думаю, что в ходе следствия можно все установить, куда делись деньги. А вообще, если говорить о новых компаниях, которые пришли на рынок, ну я имею в виду управляющих компаниях, предусмотрена какая-то ответственность, не знаю, уголовная или административная за, скажем, предоставление подложных документов. Да, вот принесли протокол в собрание жильцов, да, подписи, естественно, представлены. Потом выясняется или нет, что подписи поддельны. Это госжилая инспекция этим занимается. Выясняет подлинность подписи. Однако в подделке этих подписей будет приниматься решение о возбуждении уголовного дела. Ну, а какое наказание предусмотрено за такой подлог? Это вообще какая статья? Мошенничество? Ну, это либо статья 327-я, изготовление подложного документа, либо это, если документы представляют какие-то права или обязанности, это, соответственно, статья уже иная. По наказанию в настоящее время не могу точно сказать. Надо смотреть уголовный кодекс. Сергей Игоревич, а вот как прокуратура реагирует, скажем, на заявления общественной палаты? То, что они говорят, вот поставили оценку, скажем, ниже двойки, да, работе новой уже компании? Наша прокуратура что-то делает? Ну, скажу так, что мы находимся в диалоге с общественной палатой, контактируем с ними и на встречах, которые мы проводим на круглых столах, все эти вопросы мы также обсуждаем. Ну, вообще понятно, что для простых жителей, наверное, нашего района не так уж важно, как название компании, да, какая компания управляет их домом. Для них, конечно, важно, чтобы дома было тепло в холодное время года, чтобы была горячая вода всегда, ну, может быть, только на время профилактического летнего ремонта отключали, чтобы мусор выносили вовремя, чтобы лестницы убирали, чтобы не было скользко у подъезда сейчас зимой. Но, тем не менее, вопросы именно к управляющим компаниям сейчас у Щелковчана стоят. Дело в том, что эту тему уже не раз тоже мы поднимали. До сих пор, я говорю, полгода уже прошло с момента лицензирования управляющих компаний, но, тем не менее, до сих пор приходят некоторым жителям нашего города и района двойные платежки, так называемые. То есть и те компании, которые уже ушли, присылают документы, и, соответственно, те, которые вошли в рынок. Вот что делать нашим гражданам? Какова позиция прокуратуры? Жители Щелковского района достаточно образованы и очень хорошо ориентируются в рамках правового поля. Поскольку я еженедельно осуществляю прием граждан Щелковского района, получаю обращение через почту, я вижу, что граждане не мирятся с тем, что происходит. И по всем случаям получения двойных квитанций соответствующих сигналам не поступают. Могу заверить, что по каждому случаю мной инициировано и в УВД Щелковского района проводятся соответствующие проверки на предмет выявления мошеннических действий со стороны той или иной управляющей компании. Но, опять же, повторюсь, эта ситуация сложилась как раз после 1 мая ввиду низкого уровня организации работы на данном участке. Когда сначала весь комплекс, жилищный фонд был передан на управление двум муниципальным предприятиям, после реагирования прокуратуры и внесенного представления были введены еще ряд временных управляющих компаний. Постепенно начали жители выбирать уже свои управляющие компании на общих собраниях. Одновременно проводили сотрудники администрации открытые конкурсы. Поэтому и возникла эта неразбериха, когда двойные квитанции стали выставлять все управляющие компании, которые претендовали на тот или иной дом. Поэтому разбираемся. Я думаю, что со временем ситуация войдет в рамки правого поля. Вы сказали, что каждую неделю по понедельникам ведете прием граждан. Просто интересно, какие вопросы чаще всего встречаются? Вопросов на самом деле очень много. Я, конечно, за весь прием не могу охватить всех желающих. Но людей волнуют вопросы невыплаты зарплаты, нарушения прав субъектов предпринимательской деятельности, нарушения жилищного законодательства, нарушения земельного законодательства. Это большой спектр вопросов, поэтому приходится заниматься проблемами с утра и до ночи. А я хочу перейти к другой теме. Вы сказали, что одним из вопросов, из тех, которые задают жители нашего района вам на приемах, это поддержка предпринимательской деятельности, вернее, нарушения законодательства именно при предпринимательской деятельности. Я знаю, что буквально минувшую пятницу у вас в прокуратуре открылась горячая телефонная линия по поддержке предпринимателей. И не могли бы сказать об этом подробнее? Что это такое? Вообще, вот первый день, как отреагировали люди, сколько было звонков, какие вопросы возникали? Поясню. В сфере защиты прав предпринимателей одним из приоритетных направлений является надзор как раз за работой контролирующих органов, которые осуществляют проверки плановые или внеплановые субъектов предпринимательства на территории района. Прежде всего, прокуратура города осуществляет надзор за территориальными отделами Роспотребнадзора, надзорным отделом МЧС, ФМС, лицензионным отделом МОМВД «Щелковская» и другими контролирующими органами. И в ряде контролирующих органов мы выявили нарушения как при организации, так и при проведении проверок плановых и внеплановых, начиная от неправильного составления распоряжений, проведения той или иной проверки, заканчивая несвоевременным уведомлением предпринимателя о предстоящей проверке, невыручением ему соответствующих документов, акта и многие другие нарушения. По всем нарушениям нами принимаются меры прокурорского реагирования, соответствующие представления об устранении нарушений федерального законодательства нами внесены в те подразделения, которые я уже назвал. За истекший период 2015 года в органы прокуратуры поступило 75 заявлений от контролирующих органов о согласовании проведения внеплановых проверок, из которых согласовано нами только 17. То есть в 95 случаев причиной отказа послужило вообще отсутствие оснований для проведения такой внеплановой проверки. И указанные цифровые данные, я думаю, что могут свидетельствовать о роли прокуратуры, как о таком легитимном барьере при проведении проверок предпринимателей, что не позволяет контролирующим органам злоупотреблять своими полномочиями. Об этом свидетельствует и тот факт, что на следующий 2016 год из 47 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые были определены контролирующими органами Щелковского района, городских кругов Рязина и Лосина-Петровской для проверки, мы согласовали, оставили только три организации. Ну а вот если вернуться к горячей телефонной линии, раз в неделю по пятницам, и время такое у вас с 14 до 15.30, не слишком ли мало? Хочу пояснить, что в прокуратуре Московской области издано соответствующее распоряжение об организации совместных выездных приемов субъектов предпринимательской деятельности совместно с уполномоченным по защите прав предпринимателей. Соответствующие проверки будут систематическими. Помимо этого, издана соответствующая, создана горячая линия в прокуратуре Московской области, которая работает круглосуточно. Могу назвать телефон, по которому предприниматели могут сообщать. На эту линию это 8, 4, 9, 5, 624, 92, 33. Горячая линия организована в прокуратуре Московской области. Уже на основании распоряжения, во исполнении распоряжения прокурора области, мной в городской прокуратуре также было издано соответствующее распоряжение, и создана горячая линия. Также назову телефон, когда могут сообщать субъекты предпринимательской деятельности о нарушении их прав, 8, 4, 9, 6, 562, 89, 54. Это уже наша прокуратура? Это наша, да, городская прокуратура. Действительно, горячая линия организована пока по пятницам с 14 до 15.30. В минувшую пятницу, можно сказать, состоялся... Дебют, премьера? Да, пилотный проект. К сожалению, а может быть и к счастью, предприниматели с вопросами о нарушениях прав в эту пятницу не обращались. Призываю просто активнее проявлять свою позицию, и в случае, если предприниматель считает, что тот или иной контролирующий орган нарушает его права, активнее сообщать нам об этих нарушениях. Ну, давайте на этом призыве мы прервемся буквально на три минуты. Не переключайтесь, оставайтесь с нами. Продолжаем программу «Диалог». Напоминаю, что у меня сегодня в гостях Щелковский городской прокурор Сергей Рокетянский. И напоминаю также телефоны студии, телефоны прямого эфира 496, код города 567-1440, 567-1450. Можете звонить и задавать вопросы моему сегодняшнему гостю. Сергей Георгиевич, в первой части нашей программы мы очень много говорили о работе ЖКХ, так скажем, жилищно-коммунального хозяйства, о работе управляющих компаний, много квартирных домов. И не секрет, конечно, что в этой сфере у нас очень много занято иностранных граждан. Это и дворники, и уборщики, и ремонтные рабочие. Они, вот по собственному опыту знаю, в нашем доме, где живу, они действительно вежливые, добросовестные, всегда здороваются, никаких претензий нет. Очень хорошо работают, так скажем, приветливые. Но, как говорится, в вопросах их трудоустройства иногда встречается, наверное, немало подводных камней. И хотелось бы узнать, насколько часто бывает нарушение миграционного законодательства при приеме на работу гастарбайтеров. Основными направлениями в указанной сфере деятельности как городской прокуратуры, так и иных контролирующих органов остается борьба с незаконными трудовыми мигрантами и пресечение эффективной регистрации иностранной рабочей силы по месту пребывания. По первому направлению деятельности в этом году нами неоднократно проводились рейды по крупным предприятиям, строительным объектам, территориям совместно с органами контроля за пребыванием иностранных граждан ФМС Московской области. По постановлениям городской прокуратуры о возбуждении дела об административных правонарушениях, а также иными органами, которые уполномочены рассматривать такие дела, к ответственности подвлечены 74 виновных лица работодателя по статье 18.15 Кодекса административных правонарушений. С учетом высокого размера штрафа, штраф на юридическое лицо в случае обнаружения у него нелегального мигранта в качестве иностранной рабочей силы, составляет от 400 до 800 тысяч рублей. Достаточно крупный штраф за каждого мигранта. Я хотел спросить, за одного человека только? Да. Поэтому я питаю надежду, что как раз эта цифра и послужит хорошим подостережением для остальных работодателей, каким-то образом, надлежащим образом, оформлять привлекаемую иностранную рабочую силу. В рамках межведомственной рабочей группы, которая есть и создана в городской прокуратуре по координации совместных действий в целях оперативного взаимодействия и устранения нарушений миграционного законодательства, мы такие заседания проводили в мае, в июле, провели совещание, на которых, соответственно, приняли решение о систематическом совместном проведении таких проверок с органами ФМС и полицией. Эта работа будет продолжена, поэтому, надеюсь, на ее положительный результат. Значит, было подписано органам полиции активнее осуществлять работу по выявлению адресов массовой регистрации граждан, по выявлению так называемых резиновых квартир. Это уже касается физических лиц, естественно. Да. Поэтому органам ФМС подписано активизировать работу по снятию таких граждан с учета в административном порядке. И необходимо, призывая всех, активнее освещать работу в этом направлении. Хочется отметить, что благодаря совместной работе городской прокуратуры, ФМС, полиции, МФЦ, сейчас количество фиктивно поставленных на учет иностранных граждан сократилось почти в пять раз по сравнению с прошлым годом. А в абсолютных цифрах это сколько? Если в прошлом году нами было выявлено полторы тысячи, то сейчас 300 человек. При этом в настоящее время в Щелковском районе продолжает оставаться напряженная обстановка по резиновым квартирам. Установлено порядка 88 адресов с такими множественными постановками на учет иностранных граждан. Поэтому работа на данном направлении будет продолжена. Ну вот у меня цифры такие есть. Это опубликовало, естественно, управление Федеральной миграционной службы о том, что в нашем районе порядка 50 граждан по своему месту жительства фиктивно поставили на миграционный учет около 900 иностранцев. Это, значит, в среднем... Это физические лица. Да, физические лица, конечно. То есть почти по 20 человек на квартиру. То есть, например, где-то больше, где-то меньше. Вот хочется спросить, насколько сложно выявлять случай фиктивной регистрации, фиктивной постановки на учет. Ну вот как пример, допустим, одинокая женщина живет в трехкомнатной квартире и поставила трех-четырех человек, ну прописала, как мы говорили раньше, да, зарегистрировала себя на жилоплощади. Вот такое количество человек. Не 20, конечно, да, не резиновые, но только нормально. И действительно эти люди существуют, они где-то работают действительно и даже, может, иногда приходят, живут. Вот будет это считаться с эффективной регистрацией? Ну фактически, если эти иностранные граждане не проживают, у нее, конечно, состав преступления налицо. По фактам выявления таких вот резиновых квартир существует постоянный обмен между МФЦ, органами федеральной миграционной службы. Проводится соответствующая прокурорская проверка. Такие граждане, как правило, вызываются в прокуратуру. Помощникам прокурора отбирается объяснение. Хочу пояснить, что в первом полугодии по пяти материалам прокурорских проверок были возбуждены уголовные дела. И также в октябре, насколько мне известно, также по результатам одной прокурорской проверки, органы полиции возбудили также уголовное дело по факту незаконной постановки на учет иностранных граждан. Ну а вообще есть какой-то критерий резиновости, так скажем, квартиры? Если одного-двух человек поставили, то уже эффективная регистрация? Я так полагаю, что два и более системы должна быть. Понятно. Но в продолжении темы мигрантов, не секрет, что достаточно большое количество преступлений в области и в районе совершается именно приезжими гражданами. Цифры разные называются, но где-то чуть не треть всех преступлений. Насколько это реально и насколько актуальна эта тема сейчас? Как ведется борьба с этим явлением? Ну, соответствующий анализ преступности проводится у нас систематически. Думаю, что ответить на этот вопрос смогу ближе к концу года, когда мы будем составлять соответствующие отчеты. А так действительно порядка одной трети преступлений совершается иностранными гражданами. И в связи с этим во главу угла работы правоохранительной системы, в том числе и нашего района, поставлена борьба с иностранными гражданами, которые находятся на территории России незаконно. Незаконно. Вот. Пока так. Ну, а вот в свете последних событий в мире, я имею в виду, конечно, ужасные теракты, конечно, хочется спросить, насколько защищены наши жители, жители нашего района от возможных терактов? И это и не только в связи, конечно, с приезжими гражданами, но и с теми, кто может проникнуть на нашу территорию. Ну, во-первых, в связи с событиями, которые в настоящее время происходят на Ближнем Востоке, правоохранительные органы, в том числе и нашего района, приведены в повышенную готовность. Вы прекрасно можете наблюдать, сейчас почти на каждом перекрестке находятся сотрудники ГИБДД, которые осуществляют проверку документов, личности и гражданам, поэтому на это нужно реагировать как-то нормально. Вот, и создана рабочая группа в городской прокуратуре по предотвращению преступлений и проявлений террористического и экстремистского характера совместно с сотрудниками ФМС, полиции, третьим отделом ФСБ района. Обсуждаем эти вопросы и какие меры необходимо принимать по этому ситуации на контроле. У нас есть звонок от нашего зрителя, я предлагаю послушать. Здравствуйте, вы в эфире. Слушаем вас. Добрый вечер. Пока не слышно никого. Ладно, будем ждать, возможно, звонок сорвался. Будем ждать следующего звонка. Ну, а я хочу продолжить тогда тему, может быть, не такую серьезную, конечно, как работа управающих компаний, как миграционное законодательство, выполнение этого законодательства. Но, наверное, тоже очень важно, и это, конечно, очень важно для молодых людей. Дело в том, что сейчас активно обсуждается, как мы знаем, возможность повышения возраста, с которого можно будет продавать алкоголь и табак с 2018 до 2021 года. Разные мнения есть на эту тему, конечно, но в то же время много сейчас случаев, когда фиксируется, насколько я знаю, когда продавцы продают курево и выпивку несовершеннолетним. Вот как часто удается поймать за руку продавцов-нарушителей. Мы сейчас вот пока отложим этот вопрос. У нас есть звонок на связи. Добрый вечер. Слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. И что-то у нас опять звонок не проходит. Ладно, будем ждать. Тогда возвращаемся к контролю за продажей сигарет и алкоголя. Могу пояснить, что городской прокуратурой соблюдение предпринимателей федерального законодательства о запрете продажи табачной и алкогольной продукции несовершеннолетним находится на особом контроле. Факты, как правило, незаконной продажи табака, алкоголя в основном нами фиксируются на соответствующих заседаниях комиссии по делам несовершеннолетних, которые проводятся при администрациях Щелковского района в городских округах Фрязина и Лосино-Петровский. После чего контролируется оперативность проведения соответствующих проверок, контрольных закупок органами полиции, поскольку основное бремя работы на данном участке лежит на сотрудниках полиции. Прокуратура также не остается в стороне, поэтому эти вопросы, которые связаны с привлечением к ответственности лиц, которые допускают продажу несовершеннолетним табака и алкоголя, либо замечены в продаже путем проведения соответствующих проверок и разъяснения ответственности за нарушение антитабачного закона и закона, ограничивающего продажу несовершеннолетним алкоголя. В текущем году нами был самостоятельно инициирован ряд проверок путем просто объезда торговых точек, в отношении которых поступила информация о том, что там продается табак или алкоголь несовершеннолетним. В отношении двух предпринимателей были возбуждены два дела об административных правонарушениях, направленные материалы в соответствующие управления Роспотребнадзора для применения к ним штрафных санкций. Хочу пояснить, что в отношении одной торговой точки в городе Щелково в настоящее время проводится проверка на предмет соблюдения ими так называемой 100-метровой зоны размещения торговой точки, реализующей табачную продукцию. А что это за расстояние 100 метров? 100 метров это соответствующая зона границы с образовательным учреждением. Но немало 100 метров. Следует обратить внимание предпринимателей на то, что предприниматели арендуя торговые павильоны с целью продажи табака, они не учитывают прямой законодательный запрет на реализацию табачной продукции в границах 100-метровой зоны от любой точки территории, на которой оказываются образовательные услуги. Как правило, предприниматели считают эту 100-метровую зону от своей торговой точки до входа в то или иное образовательное учреждение, в то время как законодатель устанавливает отчет данной зоны, идет от забора школы или детского сада, а не от входа в это здание. Поэтому подостерегаю всех предпринимателей о том, что несоблюдение этой 100-метровой зоны влечет за собой привлечение к административной ответственности. Протоколы рассматриваются Роспотребнадзором, штрафы различные. И как негатив хотелось бы отметить, что нами все факты реализации табачной и алкогольной продукции несовершеннолетним были выявлены в районе Чикаловский-Щелково. В настоящее время. А какие точки? Временные, как киоски или магазины? Адреса сейчас затрудняюсь сказать. Стационарные объекты, магазины, в которых осуществляется реализация табачной и алкогольной продукции. Ну а по каким критериям определить? Совершеннолетний или нет? Я не знаю, я сам, можно сказать, заинтересованное лицо в некотором роде. У меня сын уже, так скажем, почти совершеннолетний, но курить начал, конечно, уже давно. Хотя выше меня ростом, поэтому сложно определить сколько лет. Продавцы должны в случае возникновения сомнений в биологическом возрасте, в внешнем виде, должны требовать паспортам гражданин. Я думаю, что в странах взрубежья к этому достаточно строго относятся, и ничего страшного нет, если гражданин потребует паспорт. Мы просто сохраним свое последующее поколение здоровым. Ну а вот ваше мнение хотелось узнать, да, стоит повышать до 21 года. Есть такие мнения, я знаю, один известный, так скажем, православный общественный деятель против этого. Он говорит, что вот 18 лет уже такой серьезный рубеж, 18 лет уже оружие дают, в армию призывают, 18 лет уже жениться можно, 18 лет, наконец, можно быть, не знаю, избранным в местный совет, да, избирать. А выпить нельзя. Ну, во-первых, инициатива должна быть в руках наших законодателей, в руках депутатов Государственной Думы. Ну, если хотите услышать мое личное мнение, я никогда сам не курил, активно занимаюсь спортом, и поэтому считаю, что вполне возможно было бы повысить возраст, с которым возможно приобретение табака алкоголя. Ну, и в продолжение темы торговли алкоголем. И вот нас порадовали с января этого года, с начала 2015 года, о том, что увеличили сроки продажи спиртного. Раньше было с 11 до 9 вечера, с 11 утра до 9 вечера, сейчас, как в Москве, мы уже живем с 8 утра и до 23 часов. Но все равно, естественно, много круглосуточных точек и много магазинов, которые работают, скажем, хотя бы до полуночи. Ну, знаю, что многие продавцы грешат. Конечно, в сетевых магазинах это невозможно сделать, где товар, так скажем, пробивается на кассе. Просто он не пробивается, естественно, после определенного времени. А мелкие магазины очень часто грешат, люди приходят и продавцы спокойно продают даже уж своим знакомым, понятно, ну, даже и обычным людям. Вот что-то делается в этом направлении. Могу пояснить, что аналогичные проверки, такие же, как мы проводим по фактам продажи табака несовершеннолетним, они проводятся и по алкоголю. И соответствующие нарушения также выявляются. Да, к сожалению, некоторые нерадивые предприниматели с целью увеличить, может быть, сумму прибыли, продают несовершеннолетним алкоголь и в ночное время. То есть после установленного запрета законодателям. К таким предпринимателям также принимаются меры административного воздействия, возбуждать соответствующие административные производства и привлекаются они к штрафам. Ну и ближе к концу программы уже, конечно, не могу не задать такой вопрос. Выполнение антикоррупционного законодательства. Как у нас в районе дела со взятками стоят? Есть какая статистика? Соответствующая работа проводится органами полиции. Как правило, у нас работа по выявлению взятка дателя, взятка получателя, она напрямую зависит от организации оперативно-розыскных мероприятий. Насколько информированы органы полиции о том факте, что тем или иным должностным лицом получаются взятки, либо поступают сигналы, что за какие-то услуги в том или ином государственном муниципальном органе осуществляется их вымогательство. Совсем недавно было возбуждено, насколько мне известно, уголовное дело по факту вымогательства взятки с одного предпринимателя к ответственности привлечен сотрудник ГИБДД УВД Щелкова. В настоящее время дело пока расследуется, а разглашать данные пока не имею права. А за что вымогал? Можете назвать, нет? За свои непосредственные должностные обязанности, за согласование соответствующих работ, так скажем. Поэтому предприниматель, когда осуществляет свою деятельность, он согласовывает ее с рядом государственных органов. В том числе и с ГИБДД, да. И за то, что требовалась соответствующая подпись, вымогались денежные средства. Ну вот такая интересная история произошла в начале лета в нашем районе на дороге Осеево-Мадвежье-Озера в районе деревни Никифорова. Автоинспектор остановил нарушителя, который выехал под знак на встречную полосу. Остановил, естественно, стал составлять протокол. А водитель, нарушитель, предложил ему, чтобы кто-то протокол не составлял, предложил 5000 рублей. Ну, в общем, сумма штрафа, да. Инспектор отказался, предупредил об ответственности за дачу взятки, но, тем не менее, нарушитель оставил эти деньги в машине. И вот так этим делом все закончилось. Ну, вот совсем недавно его осудили. Нарушители, естественно, приговорили к штрафу в 100 тысяч рублей. Правда, это немножко меньше, чем нижняя планка наказания. Да, просто раскаялся он. Ну, вопрос такой, может быть, не очень серьезный, да. У нас все инспекторы такие честные в районе? Побольше таких инспекторов. Как правило, таких фактов дачи взяток сотрудникам именно ГИБДД на территории нашего района, ну, выявляется ежегодно около трех-пяти. Поэтому такая система. А то, что сотрудники ведут себя подобающим образом, это говорит о том, что проводится соответствующая работа руководством ГИБДД, УВД Шелковского района о том, чтобы не переступать, так скажем, планку дозволенного. Поэтому стоит только порадоваться за таких инспекторов. Большое спасибо, Сергей Георгиевич, за ответы на вопросы. Спасибо, что нашли время прийти к нашу в студию. Это была программа «Диалог». Смотрите нас каждый вторник на Щелковском. Счастливо. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»